Здравствуйте! Вы смотрите интервью с Тодзианом Ермешевым. Продолжаем подводить итоги универсиады 2019 года в Красноярске. Сегодня мой гость – депутат Законательного собрания Красноярского края, руководитель комиссии по подготовке к универсиаде Павел Ростовцев. Павел, здравствуйте! У нас такая получается завершение нашей беседы, которую мы начали еще перед универсиадой. Это было буквально накануне. И тогда последними словами, которые были в интервью, было так. «Все будет круто, несмотря ни на что, это сказали вы». Подтвердилось или нет? Я убежден, что подтвердилось. И та реакция моих друзей, коллег, спортсменов, моей семьи, моих знакомых, что это действительно было ярчайшее спортивное событие, которое было организовано проведено на уровне олимпийском. Кто так говорил? Есть примеры? Конечно. Ну, могу их… Сколько мне примеров привести? Один, два, три, четыре. К примеру, Карл Хайнс Вольф, тот международный судья, который представлял Международный союз биатлонистов в ФИСУ. Еще много лет назад я, будучи молодым спортсменом, приезжал на Кубки мира, и наши тренера всегда говорили, «Павел, очень аккуратно, здесь судья Карл Хайнс, для него авторитетов нет, для него никакого политеза нет. Вот как надо, так и делай, чтобы ни в коем случае не нарушать правила соревнований». То есть этот человек абсолютно беспристрастный. И в завершении нашего, когда перед закрытием универсиады, я спрашиваю, «Карл Хайнс, ну все-таки как это было?» Он говорит, «Великолепно. С точки зрения судейства, подготовки трасс, с точки зрения работы самых, ну скажем так, низкоквалифицированных специалистов, волонтеров, все было действительно на олимпийском уровне. С точки зрения организации питания на объекте Академии биатлона, с точки зрения подвоза спортсменов, прохождения каких-то процедур, досмотровых, это был минимум олимпийский уровень». Это первый пример. Второй пример. Доктор нашей команды, когда я был спортсменом, Алексей Сергеевич Лагуточкин, а он сегодня являлся врачом биатлонной команды студенческой сборной, он у нас всегда отвечал за питание. И когда я работал тренером с Вольганом Пихлером, он тоже был в команде и отвечал в том числе за питание. Я говорю, «Алексей Сергеевич, ну вот различные точки зрения, понятно, что где-то кому-то нравится, скажи, как есть на самом деле». Он говорит, «Павел, это не просто, гораздо лучше, чем было в Турине, когда ты был спортсменом. Это практически уровень топового ресторана, то, как нас питают сегодня в деревне Универсиады». Я разговаривал со своим другом, которым мы вместе первые шаги делали, занимаясь лыжными гонками во Владимирской области. Он Александр Печенов, который сегодня являлся сервисменом, то есть человеком, который готовит лыжи, нашим лыжникам, те, кто выступали, рады ли нас здесь победами. Я говорю, «Саш, ну реально, как здесь?» Он говорит, «Даже по сравнению с тестовыми соревнованиями, которые проходили в конце ноября, начале декабря, еще больше сделали, улучшили то, что даже было тогда, и сейчас это реально олимпийский уровень, потому что и питание, и переезды, и организация всего процесса на стадионе – это уровень олимпийских игр». И завершающий пример, Ян, это президент Федерации фристайла России Алексей Николаевич Курашов. После того, как все прошло, я его поздравил с прекрасным выступлением наших спортсменов, его мнение, мнение тех людей, с которыми он общается в Международной Федерации фристайла. Он говорит, «Самое главное, что мы смогли сделать, мы не построили очередной музей сноуборда и фристайла, потому что мы проводили много соревнований, в том числе в Олимпийских играх, но сегодня эти объекты практически не используются нами для тренировочного процесса или для проведения соревнований». В Красноярске получилось именно так, что мы, за исключением, наверное, спортивного накала, мы провели реально соревнования на Олимпийском уровне. Вот этих примеров достаточно? Мне да. Но вот сейчас была сказана такая фраза «за исключением спортивного накала». Вот что вы имеете в виду? Ну, безусловно, уровень спортивной конкуренции на Олимпийских играх, когда собирается вся элита, вся элита спортивная, самая сильнейшая спортсмена, и уровень спортивной конкуренции универсиады, они различаются, и различаются значительно. Многие же говорят и пишут о том, что сборная России привезла на универсиаду профессионалов, в то время как остальные сборные привезли сюда именно студентов. И за счет этого мы завоевали огромное количество наград, что на самом деле у нас, ну, есть у нас с одной стороны профессионалов, с другой стороны студентов. Как вы относитесь к этому? Нет, безусловно, то, что наша спортивная сборная была наголову сильнее ближайшего соперника, ну, это есть факт, и общий медуальный зачет об этом говорит. Но я бы два момента, наверное, ответил. Во-первых, пусть наши друзья иностранцы поднимаются до нашего уровня, а не мы будем опускаться в спортивном уровне универсиады, ну, куда-то ниже. А почему так произошло? Потому что у нас очень длинная скамейка запасных. У нас очень много команд, которые так или иначе финансируются при бюджетной поддержке. Основной состав – молодежный, резервный, юниорский. В каждом субъекте Российской Федерации есть несколько видов спорта, которые получают достаточно хорошую поддержку в лице финансирования. И вот эта длинная скамейка запасных, скажем так, второй, третий эшелон сборной России и позволяет сегодня показывать такие результаты не на самом топом в спортивном соревновании, какие имеются Олимпийские игры, а вот на универсиаде. Поэтому я не умоляю нисколько наших достоинств, могу сказать, конкуренция была очень большая. Она в отдельных видах спорта была реально азарт. И, например, когда мы стояли 9-го числа и смотрели биатлонную эстафету, смешанную эстафету, то есть никто до последнего рубежа не мог понять, кто будет выиграть и будет ли вообще сборная России с медалями. Потому что там с первого на пятый, со второго на четвертый постоянно было качели. Я помню этот момент, когда и французы хорошо шли, и чехи, и все. И поляки, да. Дальше. Какая бы сильная команда фристайла и сноуборда не была сюда, ну, отобрана нашими федерациями, тем не менее белорусская спортсменка выиграла акробатику. Тем не менее в славами гиганте сноуборде, в славных дисциплинах участвовал и призер Олимпийских игр, который занял второе место кореец. И даже наш свежеспеченный Логинов, чемпион мира, двукратный, в этом году остался без медали универсиады. Если мы говорим о спортивной конкуренции, кто помнит, вспомните финальный хоккейный мяч с мячом России и Швеции. Когда, да, на классе шведки нас дожали, но тем не менее они были фаворитами. И вот за пять минут, семь минут нам не хватило, чтобы вот выстоять. Это у девушек. Это у девушек, я про девушек говорю. Хоккейный матч финальной России и Словакия. Тоже с шайбой, да. Это с шайбой. Поэтому таких моментов, таких эпизодов, да более того, я вот когда в последний день, заключительный день универсиады, 12-го числа шла лыжная гонка Мастарт мужской. Кто мог представить, что японец обыграет всю нашу команду, которая близко не подпускала никого к пьедесталу. Наши же ребята не стали слабее за эти за 4-5 дней. Да, может быть усталость накопилась, но тем не менее уровень конкуренции был достаточно высокий. И умалять достоинства наших спортсменов ни в коем случае нельзя. По атмосфере как это было? Потому что вы были на стадионах, вы были на спортивных объектах, вы смотрели соревнования. Как это было? Потрясающе. Это было потрясающе. Это была безумная энергетика. И мне действительно есть чем сравнить. И я опираюсь на мнение, опять же, своей семьи, своих коллег депутатов законодательного собрания, своих знакомых, которые те или иные соревнования посещали. Картинка, которая видится по телевизору, и картинка, которую ты видишь, стоя на трибуне или сидя на трибуне, она немножко разная. Потому что та энергетика, те вот нюансы, моменты, которые можно увидеть только вживую. Как лыжи хлопаются при приземлении с 15-метровой высоты. Ну, смотрите, было такое все равно опасение, что универсиада не вызовет зрительского интереса. Было. Было, безусловно. Я могу сказать, у меня такие опасения были. Но 220 тысяч зрителей, которые посетили соревнования универсиады, они о чем-то говорят. Я был на многих, ну, признаюсь, наверное, финальных соревнованиях, где разыгрывались медали, но практически пустых мест на трибуне не бывало. Несмотря на то, что это в рабочий день, в дневное время проводили соревнования по лыжным гонкам, по биатлону, трибуны были полные. Трибуны были полные. И атмосфера там действительно была очень дружелюбной, очень такая волнительная и радостная. Но мне кажется, этому еще и погода способствовала. Красноярску удалось выдержать экзамен, как вы считаете, самому городу? Потому что здесь тоже были опасения, что Красноярск с таким наплывом у иностранцев не справится. И все равно, так или иначе, мы переживали за город? Переживали, безусловно. И я думаю, что это тоже удалось. Опять же, приведу, сошлюсь на пример. Наша знаменитая бетлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева. Когда мы 8-го числа приехали с финала хоккея с мячом женского в центр, как раз когда было световое шоу, когда прошли вот эти вот французы, медведи светящиеся, мы не смогли ни в каком кафе или в центре даже чашечку чая выпить, потому что столько было много людей. Она говорит, Павел, я потрясена, какой праздник идет вне спортивных арен. На улицах города, в парке универсиады, на нашей площади театральной. Каждый день происходят какие-то действия. И это действительно говорит о том, что у нас были не просто спортивные соревнования, у нас был праздник, у нас было действительно событие. И отдельно, наверное, тут пользуясь, может быть, случаем, все наши культурные организации, которые участвовали в организации проведения культурной программы, коллективы, надо тоже сказать им большое спасибо за ту атмосферу, которую они сделали. Комиссия ваша будет продолжать работу дальше. Это мы обсуждали с вами в первом нашем интервью, еще до универсиады. Праздник закончился. Когда начнутся будни, когда действительно начнется работа уже по формированию наследия универсиады? Да, она уже идет, она будет продолжаться. Действительно, сейчас есть ряд тем, у нас определены вопросы, которые мы согласованы с руководством законодательного собрания, что бы мы хотели посмотреть, потому что уже значительное количество звонков поступает. А что будет с автотранспортом? А что будет с тем оборудованием, которое приобретали для проведения универсиады? А как можем ли мы, муниципалитеты, в этом поучаствовать, чтобы к нам что-то пришло? Конечно, это есть. И вот вчера я разговаривал с министром транспорта Красноярского края Ксением Николаевичем Димитровым. Говорит, да, у нас есть, например, какой-то автопарк в нашем краевом транспортном предприятии. Что-то мы передадим в муниципальное транспортное предприятие Красноярску, чтобы здесь порядка 50 автобусов работали на линиях на городских. Около 46 мы передадим в краевые филиалы нашего автотранспортного краевого предприятия, для того, чтобы там были организованы муниципальные и межмуниципальные перевозки. Какие-то 30 автобусов туристического плана, которые приобретала дирекция, также будут переданы по отраслевому принципу Министерству спорта, культуры, образований. Там уже дальше распространятся. Мы все-таки хотим тоже стать участниками этого процесса. Мы хотим высказать мнение наших избирателей, наших жителей, прежде всего, с муниципальных образований. Потому что, конечно, хотелось бы, чтобы даже в лице какой-то раздевалки, то бишь в акс-кабина или автобуса, или там нескольких каких-то компьютеров, лазерных принтеров, которые приобретала дирекция для проведения универсиада, пришли в наши школы, в наши учреждения, прежде всего, муниципальные. Конечно, это очень было бы здорово. Но самое главное, подходить очень грамотно, чтобы это не разлетелось в разные стороны, по мелочам. Тогда это будет действительно по-настоящему работать уже после университета на благородием. Спасибо, Ян. Мы это мнение услышим. Надеюсь, тоже будем на него ориентироваться. Спасибо, что пришли к нам в студию. Павел Ростовцев, депутат Законодательного собрания Красноярского края, председатель комиссии по подготовке к университете и ее наследию, сегодня был у нас в гостях. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин